Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас история Кыргызстана и мировая история в шестом классе. С вами я, Тамира Исенкуловна. Тема нашего урока – распространение исламской цивилизации в Центральной Азии. Итак, ребята, сегодня вы на уроке узнаете о развитии культуры Центральной Азии в VII-XII веках. Вы получите информацию о возникновении ислама, о завоеваниях арабов, о том, как складывалось общемусульманское культурное пространство, о том, как Средневековая Центральная Азия стала центром просвещения. Также вы получите небольшую информацию о центральноазиатских ученых, мыслителях и философах. И, естественно, мы с вами поговорим о значении исламской цивилизации. Для начала, ребята, давайте вы познакомитесь с новыми для вас понятиями. Ислам – религия, возникшая в VII веке на Аравийском полуострове. Основателем религии был пророк Мухаммед. Джихад – борьба за веру. Позже – это распространение ислама путем захватнических походов. Мусульманское возрождение – ренессанс. Период с VIII по XIII века, когда исламская культура вобрала в себя достижения ученых разных национальностей. Она развивала знания египтян, греков, римлян и подготовила почву для возрождения в Европе. Теология – наука, изучающая историю возникновения вероучения. Культура Центральной Азии занимает важное место в истории всемирной цивилизации и мировой культуры. Древняя культура Бактрии, Маргианы, Согда, Парфи, Ферганы, Хорезма и сегодня удивляет мир. Культура Центральной Азии гармонически сочетает в себе элементы культуры Запада и Востока, что придает ей особое своеобразие и индивидуальность. Одна из особенностей культуры Центральной Азии состоит в том, что у региона удобное географическое положение. Она граничит с тремя такими великими цивилизациями Востока, как Месопотамия, Индия и Китай. И, кроме того, имела связи с Грецией и Римом – древнейшими западными цивилизациями. Центральная Азия выполняла роль посредника между Западом и Востоком, роль моста в международной торговле и культурном обмене между ними, обмене культурными богатствами, то есть это знания, религиозные идеи, открытие художественных произведений. В частности, через территорию Центральной Азии буддизм распространился по всему миру, а элементы эллинистической культуры появились в Индии и в Китае. Великая посредническая миссия Центральной Азиатской культуры привела к обновлению культурных ценностей, усвоению элементов других культур, хотя традиции здесь занимали прочное место. Мальчики и девочки, давайте посмотрим, как происходило распространение исламской цивилизации в Центральной Азии. Усиление арабов. Развал Тюркской империи обусловил начало борьбы между Китаем и арабами за Центральную Азию. В начале VII века на Аравийском полуострове возникает новая религия – ислам. Ее основатель Мухаммед объединил под идеологией ислама разрозненные, враждующие между собой арабские племена. После смерти Мухаммеда его последователи стали создавать в мусульманском обществе вооруженные подразделения, которые в целях распространения ислама начали проводить захватническую политику. Завоевательные походы арабов. Объединенные арабские племена под лозунгом распространения ислама – джихада – стали захватывать земли за пределами Аравии. Прежде чем арабы достигли границ Центральной Азии, они вступили в сражение в Харасане с армиями сильнейших в то время империй – Византии, Сасанитского Ирана и одержали победу. После этого арабы вторглись в Харасан, Бактрию, Харазм и Сокт. Арабы стояли лицом к лицу с армиями тюрков и персов, а также сражались с архонскими тюрками и тюргешами. Так лицом к лицу встретились арабы и тюрки, прославившиеся как завоеватели. Чтобы покорить Харасан и Маверинахар, арабам потребовалось 60 лет. Тому, что война затянулась так надолго, было ряд причин. Первое – это народы Центральной Азии оказывали сильное сопротивление арабским захватчикам. Второе – по сравнению с тюрками, государственный аппарат арабов был намного слабее. В арабском мире политическое положение не отличало стабильностью, борьба за власть между племенами и соперниками носила ожесточенный характер. Это была третья причина. Приход ислама в Центральную Азию. Битва у реки Талас в 751 году между халифатом Аббасидов и Китайской империей Тан для контроля над Центральной Азией была поворотным моментом. Победа арабов в этой битве стала началом массового распространения ислама в регион. Центральная Азия повернулась лицом к исламу и превратилась в мусульманскую провинцию арабского халифата. Завоевательная кампания арабов остановилась, когда они достигли рек Инд и Окс. Большинство тюркских ханств были обращены в ислам в X веке. Исламизация региона оказала глубокое влияние на местные культуры в регионе, сформировав их как часть исламской цивилизации. В тот период арабский халифат был сильнейшей империей. При желании халифат мог продолжать завоевательные походы. Однако в самой Аравии сильно обострились внутренние проблемы, усилились расприза власть и богатство внутри правящей верхушки. Многие правители предпочитали наслаждаться богатством, чем продолжать войну. Богатство казалось им нескончаемым, а новые войны – ненужными. Так ислам теряет свой агрессивный характер. Прекращение Аравии, захватнических войн и переход к мирному развитию имели огромное значение. Именно это стало фактором усиленного притяжения масс людей к исламу. Арабы, покорившие Центральную Азию в первой половине VIII века, называли регион Маверинахром. Переводится то, что за рекой. Как отмечается в исторических источниках, арабы разграбили бесценные материальные и духовные богатства, созданные местным населением в течение многих веков. Разрушили многие исторические памятники. Сожгли книги и рукописи, написанные местным письмом. Сравняли с землей буддийские и изороастрийские храмы и священные места. Как писал Беруни в своем произведении «Памятники минувших поколений», арабы убили местных представителей духовенства, искусства, литературы, ученых. Сожгли их произведения. Затем они уничтожили исторические документы. Особенно большим разрушением подверглись Сокт и Хорес. Все, что противоречило мусульманской религии, уничтожалось ими. Вместо этого они возводили мечети и медресе, мавзолеи и распространяли среди населения ислам. Ислам преподнес миру величайшую цивилизацию, так как она в основе своей опиралась на неприходящие ценности, созданные человеческим сообществом, культуру и лучшие традиции греческого и иранского народов. Новая культура привнесла много нового в традицию и нравы быт тюрков. Арабская письменность сменила тюркскую. Постепенно стала угасать тегрианство, исчезать воинственность духа тюрков. С принятием ислама тюрки превратились в защитников арабского мира. В мусульманском возрождении особую роль сыграли правители династии аббасидов, которая покровительствовала развитие науки и искусств. Карун-ар-Рашид, 786-809 годы – это время его правления, а затем его сын Мамун собрали всех ученых в столице халифата в городе Багдад, где была создана Багдадская академия – Байту-Хикма. В конце VIII века, в начале IX века, социальная и политическая ситуация в Центральной Азии несколько стабилизировалась. Такие города, как Бухара, Самарканд, Хива, Термес, Фергана, Хаджент превратились в очаги культуры. В Хварезме была организована Академия Мамуна, где великие ученые эпохи вносили свой вклад в развитие науки и искусства. В развитии торговли и культуры особую роль сыграл великий шелковый путь и распространение ислама. В эпоху мусульманского ренессанса IX-XII веков Центральной Азии развивались естественные, философско-нравственные и религиозные науки. До мудрости был своего рода Академией наук, где работали ученые из Сирии, Египта, Персии, Харасана и Мавринахра. В ней находилась библиотека с большим количеством старинных рукописей и астрономическая обсерватория. Здесь на арабский язык были переведены многие греческие, философские и научные труды. В это же время там работали Хабаш Аль-Хасиф, Аль-Фергани, Ибн-Турк, Аль-Кинди и другие выдающиеся ученые. Мусульманское возрождение В период мусульманского возрождения внимание к развитию национальной культуры поднялось на уровень государственной политики. Добивавшиеся своей независимости династия самонидов, особенно их первые правители, осознали, что если не упрочить национальные культурные ценности, то нельзя добиться полной государственной независимости. Не запрещая художественного творчества на арабском языке, самониды поддерживали авторов, пишущих свои произведения на языке, понятном простому народу. Самониды основали большую библиотеку, равную знаменитой Ширасской библиотеке. По воспоминаниям великого ученого Авиценны, библиотека была многокомнатной. В одной из комнат хранились арабские книги, в другой книги по теологии. В таком порядке в каждой из комнат были собраны книги по какой-то определенной сфере науки. Великие представители культуры эпохи Возрождения в своем творчестве и изысканиях опирались непосредственно на древнее культурное наследие. Народы Центральной Азии были знакомы с культурой древних греков, римлян, жителей Месопотамии, индийцев, китайцев. Ученые хорошо знали по нескольку языков, и они знакомили другие народы с культурой Индии, Китая, Греции. Говоря о взлете культурного развития Центральной Азии в IX-XII веках, надо сказать, что не зря этот регион известен в истории как колыбель науки и образования, величайших открытий, взрастившая величайших ученых-энциклопедистов, известных всему миру, культура которой получила название мусульманского ренессанса арабской культуры. Историки и путешественники средних веков оставили сведения о том, что в этот период в Центральной Азии были развиты экономика и торговля, возведены города, наблюдается рассвет науки и культуры. А теперь, ребята, вы познакомитесь с деятельностью некоторых знаменитых центрально-азиатских ученых, мыслителей и философов. Эпоха Аль-Харизми – это время, когда ученые и исследователи, писавшие на арабском языке, заново открывали знания греков. Кроме того, это был период, когда переводчики и ученые в Багдаде и в других восточных центрах наталкивались на обширные, но ранее игнорируемые труды индийцев по алгебре, астрономии, переводили и анализировали их, распространяли их среди своих коллег. Название астрономической работы Аль-Харизми – астрономическая таблица из Синда и Индии. Аль-Харизми – время его жизни с 783 по 850 годы. Его без преувеличения называют основоположником алгебры. Именно он впервые использовал цифру ноль. Труды Аль-Харизми сыграли важную роль в становлении науки эпохи возрождения в Европе и оказали плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах Востока и Запада. В области географии Аль-Харизми написал книгу «Книга-картина Земли», в которой он уточнил некоторые взгляды Птолемея. Книга включала описание мира, карту и список координат важнейших мест. Для составления карты известного мира Аль-Харизми изучил работы 70 географов. Аль-Харизми в своих трудах рассказывает о календарях, расчетах истинного положения планет, расчетах затмения, составлении астрономических таблиц, определении видимости Луны. В основе его работ по астрономии легли труды индийских астрономов. Он осуществил доскональные расчеты позиций Солнца, Луны и планет, солнечных затмений. Астрономические таблицы Аль-Харизми были переведены на европейские, а позднее — китайские языки. По заказу халифа Аль-Мамуна Аль-Харизми работал над созданием инструментов для измерения объема и длины окружности Земли. В 827 году в пустыне Синджар Аль-Харизми принимал участие в измерении длины градуса дуги земного меридиана с целью уточнить величину окружности Земли, найденную в древности. Измерения, сделанные в пустыне Синджар, оставались непревзойденными по точности на протяжении 700 лет. Примерно в 830 году Аль-Харизми создал первый известный арабский трактат по алгебре. Адилард Бацкий, английский философ, начинал свою карьеру как типичный средневековый ученый, который изучает старинные тексты. Но когда он понял, что у ученых, пишущих на арабском языке, можно почерпнуть новые идеи, он стал путешествовать. Путь сначала привел его во Францию и Италию, а затем в Антиохию и другие города восточного Средиземноморья. Он вернулся с копией книги Аль-Харизми по арифметике и укороченной версии его астрономических таблиц, которые были сделаны одним арабом в Испании. Он перевел их на латинский язык. Они стали классикой в Англии и на континенте. За книгой Аль-Харизми по математике закрепилось звание основного учебника в этой области вплоть до XVI века. Ибинсона на Западе больше известный как Авиценна. 980-е, 1037-е годы жизни. Великий ученый, энциклопедист Средневекового Востока, преуспевший в 12 науках. Пожалуй, нет ни одного ученого или целителя древности, который оказал столь сильное влияние на науку врачевания. В своем труде энциклопедического характера, канон врачебной науки, Ибинсона предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами. Он первый обратил внимание на заразность оспы, определил различия между холерой и чумой, описал проказу, отделив ее от других болезней, изучил ряд других заболеваний. Из 2600 лекарственных средств, описанных в каноне, 1400 растительного происхождения. Автор дает описание болезней и лечения сердца, уха, желудка, зубов. Кроме этого, он писал о проблемах гигиены. Спустя 500 лет его труды изучали и цитировали Леонардо да Винчи и другие светилонауки. Канон использовался в Брюссельском университете до 1909 года. Аль-Беруни 973 по 1048 годы. По другим данным по 1050 годы. Среднеазиатский ученый и энциклопедист Аль-Беруни родился в предместе Кят, столице хорезма. Возглавлял академию, объединявшую выдающихся среднеазиатских ученых. В 1017 году был увезен султаном Махмудом Газневи, завоевавшим хорезм, в Газни, где оставался до конца жизни. Аль-Беруни писал свои сочнения на арабском языке. Сочинения Аль-Беруни посвящены математике, астрономии, физике, ботанике, географии, общей геологии, минералогии, этнографии, истории и хронологии. Впервые на Среднем Востоке Беруни высказал мнение о возможности движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Определил длину окружности Земли. Аль-Беруни высказывал идею о существовании сил тяготения. Другой центральноазиатский астроном Ахмед Аль-Фергани, 790 по 860 годы жизни, родом из Ферганской долины, возможно, прибыл в Багдад из Мирва с новым халифом. Его наиболее известная работа – начало астрономии. Это дополнение труда Птолемея. Работа Аль-Фергани стала одной из первых по астрономии, написанных на арабском языке. Ее величайшим преимуществом была ясность, и в результате книга вызвала огромный интерес на Западе, где Аль-Фергани был больше известен как Альфраганус. Стал наиболее широко читаемым арабским астрономом. Среди его читателей был и Христофор Колумб. Он научно обосновал, что форма Земли – шар. Математически доказал существование самого короткого и самого длинного дней в году. Установил, что на Солнце есть пятна, и предсказал солнечное затмение 1832 года. В течение долгих 700 лет труды Аль-Фергани использовались учеными в качестве энциклопедий и научных пособий. Хабаш Аль-Марвази из Мирва переехал в Багдад в свете халифа Аль-Мамуна в 1819 году. В Багдаде он присоединился к другим астрономам, служившим в обсерватории, которую Аль-Мамун основал по образу обсерватории в Мирве. Через 10 лет после прибытия в Багдад Хабаш впервые использовал затмение, чтобы создать средства, показывающие точное время в зависимости от высоты Солнца. Он разработал сферическую астролябию, рассчитал окружность Земли как равную 32 444 километра, радиус как 5 152 километра и диаметр как 10 327 километров. При этом, сравнивая с сегодняшними данными, мы понимаем, что он ошибался ненамного. Профессиональные достижения Хабаш и Аль-Фергани свидетельствуют о судьбоносной роли выходцев из Центральной Азии в том, что часто называют арабской математикой и астрономией в эпоху аббасидов. Аль-Фараби Ряд социально-этических трактатов Аль-Фараби посвящены учению об общественной жизни. Это такие его труды, как трактат о взглядах жителей добродетельного города, книга о достижениях счастья, указания путей счастья, гражданская политика, книга о войне и мирной жизни, книга изучения общества, о добродетельных нравах. Опираясь на политические и этические идеи греческих философов, прежде всего Платона и Аристотеля, и используя социальные идеи Древнего Востока, Аль-Фараби разработал стройную теорию общественного устройства. Он считал, что во главе добродетельных городов должны находиться правители-философы, выступающие одновременно и в роли предводителя религиозной общины. В добродетельных городах стремятся к достижению истинного счастья для всех жителей, господствует добро и справедливость, осуждается несправедливость и зло. Добродетельным городам Фараби противопоставляют невежественные города, правители и жители которых не имеют представления об истинном счастье и не стремятся к нему, а уделяют внимание только телесному здоровью, наслаждениям и богатству. Таким образом, арабы ввели тюрков в свою религию, в культурную цивилизацию, что коренным образом изменило дальнейший путь их развития. Медицина накапливала необходимые знания, врачи наблюдали за симптомами, учились ставить диагноз, ученые разрабатывали рекомендации по соблюдению личной гигиены, призывали соблюдать умеренность в питании. А теперь, ребята, давайте обратим внимание на значение исламской цивилизации. Значение исламской цивилизации в том, что именно здесь впервые были созданы первые аптеки, больницы, впервые узнали средства обезболивания, впервые стали делать операции по удалению аппендикса, изобрели эликсиры и сиропы для лечения болезней, стали активно заниматься переводом древнегреческих книг, использовали индийские цифры, создали обсерватории, больницы, дома мудрости, большое внимание стали уделять составлению карт, написание исторических и философских трудов, возникло школьное образование. Таким образом, можно сказать, что значение исламской цивилизации в том, что ученые и мыслители не только изучали труды древнегреческих авторов, не просто их сохранили и передали народам Западной Европы, но и добавили свои открытия, изобретения и достижения. А теперь, ребята, для закрепления пройденной нами темы, давайте попытаемся ответить на следующий вопрос. Какую роль сыграла исламская цивилизация в развитии народов Центральной Азии? Итак, ребята, мы с вами видим, что исламская цивилизация познакомила ученых Центральной Азии с достижениями, трудами античных авторов. Ученые Центральной Азии, так же, как и другие ученые Востока, внесли большой вклад в дальнейшее развитие науки и культуры. Установление относительного мира содействовало развитию хозяйства, укреплению и расширению культурных связей. На этом, ребята, мы с вами заканчиваем наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok